На фестивальной площадке Мострюковских озер собрались самые талантливые и креативные молодые люди из 14 регионов Приволжского федерального округа, 62 субъектов России и 10 стран СНГ. Участники будут жить в палатках в одном из самых живописных уголков Самарской области до 30 июля. Для них организовали 10 разнопрофильных смен, мастер-классы и увлекательные лекции. Кроме того, участникам предстоит защитить свои проекты. Лучшие будут претендовать на гранты. В этом году призовой фонд Иволги составил 10 миллионов рублей. Один из участников форума – самарский студент Матвей Раков. Он еще не разработал свой собственный проект, но планирует сделать это в будущем. В будущем мы сможем без проблем написать новые проекты свои. И здесь нас научат это делать. Нам покажут направление, куда нам нужно идти, чтобы проект был актуален, чтобы он был необходим в будущем не только нам, но и вообще всей России. Различные тематические площадки крупномасштабного форума осмотрел губернатор Дмитрий Азаров. Он познакомился с талантливой молодежью и выслушал каждого, кто хотел поделиться своими идеями. Это очень хорошая площадка для энергичных, талантливых, для желающих людей чего-то достичь в этой жизни, изменить мир к лучшему. Одной из таких площадок стал инклюзивный городок, который создали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Азаров сделал памятное фото с участниками. Ну что, давайте что-нибудь эмоции им дадим. После этого губернатор познакомился с молодыми людьми из смены труд-крут. Дмитрий Азаров пообщался с будущими строителями и послушал песню «Кострапов гитару». И снова отряды дорогами прыгнами уходят, чтобы встретить за свет. Самая яркая часть церемонии открытия форума прошла на главной сцене фестивальной площадки. Битбокс, танцы и отличное настроение. Один из крупнейших молодежных форумов страны открыли на главной сцене Мострюковских озер. И Волга моя семья, и Волга моя семья, и Волга. Уже сегодня все участники форума разошлись по профильным сменам. Совсем скоро на Волгу приедут главы регионов Приволжского федерального округа, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители некоммерческих общественных организаций, промышленных предприятий, представители научного сообщества, а также прославленные спортсмены России. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События.